Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов, спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Всем привет, это ТОП ДОТА. Казалось бы, патч 7.0 вышел в нашей игре уже довольно давно, можно сказать, вообще в прошлом году. Но вот Габен и его друзья из Valve не спешат фиксить многочисленные баги, которыми Дота сейчас просто кишит. Я конечно понимаю, у них там каникулы, Рождество, Новый год и всё такое, но мать его, надо что-то делать. И сегодня я покажу вам несколько диких багов, до которых ещё не добрался бородатый Габенушка после похмелья. Кстати, если соберём всего 2000 лайков, то завтра будет новый ролик. Поехали! Первый баг у нас реально очень полезный и полезный он в первую очередь для мидеров, а в частности для любителей абузинга ботла. Уже давным-давно в Доте так принято, что полупустая бутылка весит намного больше, чем полная, и поэтому наша курица с пустым ботлом еле передвигается, теряя сразу практически сотку мувспида. Это сделано исключительно в целях баланса, но сейчас я вам поясню, как этот баланс нарушить. Иииии всё достаточно просто. Как только курица подобрала бутылку, вам надо эту курицу выбрать и перетащить чудный сосуд в бэкпэк. Итем становится неактивным и скорость возвращается до нормальной. Как только кура дошла до базы, просто вытаскиваем бутл обратно и направляем к себе. Не знаю быстро ли пофиксят этот баг или валв притворятся, что теперь так и должно быть, но пока можно, пользуйтесь. Думаю, что благодаря этой штуке вы пару лишних раз выиграете свой мид, сохраните свой рейтинг и негорящую жопу. А вот следующий баг не такой жёсткий, однако весьма забавный и в некоторых ситуациях всё же юзабельный. В общем, вот как всё работает, обычно если вы приручили крипа с доминатором, то второго вы приручить уже не можете, точнее конечно можете, но первый сразу же откинет копыта, но вот если заюзать на него эффект очищения, типа пуржа шаду демона или диффузол блейда, то вы сможете приручить ещё одного крипа и быть уже похожим на чена с его армией. Минус этого бага лишь в том, что вряд ли найдётся дурачок, который будет тратить заряды диффузов на ваших крипасов. А сами вы такое вытворять не сможете, нужно только врагов его заставлять. Ну и третья, последняя дичь на сегодня поможет вам напрочь законтрить минёра из вражеской тимы, а если быть точнее, оставить его без бабок. Я не знаю почему всё работает так, как оно работает, но в данный момент, если Текис своими минами убивает кого-то, кто находится под ультимативной аурой в Рейс Кинга, то вылезает Гейб и показывает минёру член. То есть оставляет его без скилла. Иными словами, наш террорист убивает героя, тот превращается в духа и как только дух умирает, мы слева внизу увидим сообщение о том, что герой задынаился. Не Текис его взорвал, а он якобы сам себя каким-то образом убил и никому не отдал за себя бабки. Такие вот дела. Странные дела, надо сказать. Ну и на этом всё, надеюсь вы будете это юзать в своих каточках и надеюсь, что вы не будете неблагодарными чертяками, которые узнают полезные фишечки и не благодарят за это лайком и подпиской. И конечно же напоминаю, что если осилим 2000 лайков, то завтра выйдет новый ролик. Удачи!